приветствую вас на канале компании медлига коллеги меня зовут константин князев я преподаватель и клинический специалист компании медлига сегодня с помощью прибора а кусон nx3 elite мы проведем сканирование периферических нервов верхних конечностей для того чтобы показать что эта машина действительно обладает сильным линейным датчиком поехали и так коллеги когда мы начинаем сканирование периферических нервов верхней конечности сначала мы начинаем с шеи нужно осмотреть нервные корешки которые выходят между позвонками как найти эти корешки как распознать а где здесь вообще какой корешок сначала находим щитовидную железу вы ее прекрасно знаете как она выглядит чуть-чуть кнаружи от нее расположена сонная артерия общая сонная артерия потом и ремная вена нам нужно отойти еще немного в сторону вот это поперечные отростки позвонков если вы приглядитесь то увидите что есть передний отросток и задний отросток вернее бугорок передний бугорок поперечного отростка и задний бугорок поперечного отростка это костные структуры поэтому они выглядят как гиперэхогенные линии и затем на них идет тень я немножко добавлю общего гейна и tgc чтобы лучше увидеть эту кость как вы видите между этими двумя бугорочками расположена вот такая круглая структура которая имеет такое ячеистое строение это как раз корешок нерва как определить не какой корешок нужно посмотреть на поперечный отросток если вы видите передний и задний бугорок то это либо шестой позвонок либо где-то выше шестого вы просто плавно спускаетесь по нему вниз и следующий отросточек вот он это уже 7 у него есть задний корешок вернее задний бугорок прошу прощения задний бугорок и передний бугорок у него редуцирован то есть он не выражен вот это отличительный признак 7 позвонка и 7 нервного корешка вот он таким образом вы можете получить точку отсчета и понять какой конкретный корешок поврежден чтобы посмотреть корешки вдоль нужно просто развернуть датчик в продольное сечение также как вы выводите позвоночные артерии вот у вас позвоночная артерия позвоночная вена и рядом с ними увидите вот такие гипоэхогенные структуры которые выходят между позвонками и продолжаются дальше на шею это и есть нервные корешки чтобы не перепутать их с артериями нужно просто включить цветовой доплер они не красятся цветовом доплере видите окраски нет в отличие от артерий покрасим артерию для примера вот идет окраска по сосудам по нервному корешку краски нет здесь у вас два варианта либо продоль на каждый корешок прослеживать сейчас вызову калипер чтобы вам это все показать вот он корешочек вы можете просмотреть каждый корешок вот так продольно как он входит в межлестничное пространство а можете это сделать поперечно находите лестничные мышцы вот они и между лестничными мышцами заходят вот такие округлые структуры это и есть нервные корешки по ходу они будут друг другу приближаться и сплетаться вот в такую большую структуру немножко поменяю глубину поменяю чуть-чуть фокус вот эта структура и есть плечевое сплетение то есть переплетение нервных корешков далее плавно двигаемся вдоль и это сплетение разделяются на нервные шнуры вот три штуки 1 2 3 далее эти шнуры идут к подключичной артерии вот она и будут ее оплетать здесь мы дошли уже до уровня ключицы поэтому дальше сканирование уже переходит подключичный доступ подключичным доступе самый простой вариант это запрокинуть руку за голову локоть максимально положить таким образом вам откроется подмышечный сразу доступ и можно вдоль артерии пройти по этим нервам находим артерию настраиваем фокус-зону так вот они сосуды артерия пульсирует вена подмышечная и рядом с артерией вот они нервные пучки видны от ячеистое строение еще называют его соль перец называют сотами или похоже на телефонный провод в разрезе вот они следим за этими шнурами и оцениваем нет ли какой проблемы по пути выходим из подмышечной ямки снова настраиваем глубину настраиваем фокус и медленно вдоль артерии сопровождаем эти нервы как вы видите здесь отделился один из нервов то есть вот они шли и резко отходит один из периферических нервов назад это лучевой нерв он пошел на заднюю поверхность плеча свою борозду а вместе с артерией продолжают движение уже локтевой и срединный нерв и так вот у нас артерия и вокруг нервы то есть вот один и вот второй лучше всего нервы видно когда гей немножко снижен сейчас я его снижу и структура будет видно лучше плавно проходим вдоль артерии и наблюдаем вот она артерия вот рядом с ней нерв коллеги очень важно иметь высокочастотные датчики для лучшей визуализации в данном случае у меня датчик 11 l4 он больше подходит для сосудов чем для таких мелких структур поэтому если вы возьмете датчик например l14 качество визуализации будет совсем другим и так коллеги мы поменяли положение руки при снова находим артерию и вдоль артерии мы мужа можем увидеть нервные пучки настет у них вот такое вот ячеистое строение и вы меня спросите а как отличить один нерв от другого срединный от локтевого очень просто когда вы идете вдоль артерии и наблюдаете за ней рано или поздно один из нервов отойдет резко медиально в кубитальный канал это и будет локтевой нерв если отсюда видно плохо можно начать наоборот с кубитального канала вот отсюда и из кубитального канала уже проследить нерв фокус повыше вот он нерв вот его и чистая структура и если за ним аккуратненько проследить самое главное его не потерять с гейном тоже очень аккуратно потому что если гейн перекрутить он будет сливаться с другими структурами снова фокус надо скорректировать вот он вот он вот он следим гей немножко поменьше вот видно его структуру хорошо вот она идет 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 и подходит к артерии он подходит то есть вот это у нас локтевой нерв его также можно следить как снизу вверх так и сверху вниз как вам удобно соответственно второй нервный пучок который находится с другой стороны сосудов это нерв средины вот это самый простой способ их друг от друга отличить очень важно посмотреть нерв именно в кубитальном канале между медиальным мышелком медиальным надмышелка прошу прощения и локтевым отростком минимальная глубина фокус выше вот нерв сейчас если я развернусь на этом нерве я смогу просмотреть его структуру вдоль и видно как он делится на нервные пучки хорошая дифференцировка дифференцировка слоев это очень важный фактор когда вы оцениваете синдром кубитального туннеля здесь признаков патологии я четко не вижу дифференцировка сохранена диаметр идет примерно одинаковый с локтевым и срединным нервом мы с вами разобрались на плече и вы меня спросите а как собственно смотреть лучевой нерв для этого нужно визуализировать его по задней стороне плеча самый простой способ его найти это поставить датчик вот здесь сзади примерно в середине плеча добавляем немножко глубину опускаем фокус вниз перестарался 2d режим усиления немножко сокращаем и вот здесь прямо на кости вы можете увидеть такую борозду вот она выемка такая и вот в этой борозде как раз у нас и лежит лучевой нерв это его стандартное положение вот он и вот это той точки вы можете как вверх так и вниз его свободно проследить вот он идея в том чтобы проследить нерв и найти какую-то его патологию повреждения компрессию какие-то травматические невромы туннельные синдромы вот он нерв и вот здесь он заходит между мышечными головками и тут как раз начинается радиальный туннель это болезнь офисных работников когда рука находится все время в супинации и если у вас постоянно рука в супинации там клацает по мышке по клавиатуре весь день есть шанс сжать вот этими мышцами этот нерв и вот здесь развивается туннельный синдром компрессионная нейропатия вот они волокна нерва вдоль здесь такой проблемы я тоже не вижу диаметр нервы не меняется дифференцировка на слое сохраняется здесь все хорошо и вот таким образом дальше нерв прослеживается на предплечье коллеги сейчас мы с вами разбираем только самые крупные стволы нерва поскольку датчик у меня с довольно низкой частотой мелкие нервы будет показать вам сложно если вы хотите больше информации об этом я более подробно вам могу рассказать на курсе по сканированию периферических нервов теперь попросим пациента повернуть ладошку кверху и продолжим сканирование каждый нерв нужно просто пройти вдоль однако есть и некоторые нюансы типичное место для обнаружения срединного нерва на предплечье это вот здесь в области запястья настраиваем снова глубину настраиваем фокус-зону настраиваем усиление вот эта область карпального канала вот он серединный нерв удерживатели связочки они идут вот здесь верхним слоем вот в этом месте обычно развивается синдром карпального канала чтобы его выявить необходимо развернуть нерв продольно и найти место компрессии и места отека вот она нервное волокно каждый нервный пучок прекрасно виден здесь тоже признаков туннельных синдромов нет нет признаков компрессии все тихо спокойно и по срединному нерву вы точно также можете проследить до плеча здесь есть небольшой нюанс есть еще и синдром круглого пронатора найти его можно верхней части предплечья следя за срединным нервом глубина увеличивается поэтому я добавляю глубину нерв вот он если вы его вдруг потеряли смотрите он заходит под мышцы вот он пронатор так если мы попросим пациента пронировать и супинировать кисть то есть ладошку то вверх то вниз на вот так немножко покрутить руку то с помощью мышц можно увидеть компрессию нерва еще пожалуйста видите мышцы увеличиваются в объеме при движении и могут компрессировать нерв в данном случае компрессии не происходит нерв просто немножко смещается достаточно если нерв будет при этом расплющиваться прямо в лепешку под компрессией мышц в таком случае можно говорить о синдроме круглого пронатора тоже будет компрессионная нейропатия вот такая особенность каждый нерв необходимо пройти полностью здесь мы прошли срединный нерв также можно пройти в активу нерв его можно отследить от канала геона снизу либо пойти от медиального над мы щелка и сверху вниз его проследить любой способ вполне рабочий в каком порядке сверху вниз или снизу вверх не имеет никакого значения потому что оценить проводимость нерва мы не можем то есть мы его сканируем весь целиком и и ищем повреждения и так попробуем визуализировать канал геона вот у нас локтевая артерия а вот рядом с ней нерв вот это локтевой нерв и вдоль него уже можно плавненько идти и просматривать сама по себе методика сканирования нервов она довольно ну я бы сказал даже скучная и рутинная нужно просто найти нерв и медленно и плавно без резких движений вдоль него двигаться если в приборах есть какая-то функция которая позволяет постоянно удерживать нерв в поле обзора либо есть какой-то какой-то инструмент для локального улучшения визуализации в какой-то конкретной зоне этим пользоваться будет более удобно прибор nx3 он довольно простой в обращении здесь только самые необходимые настройки в основном за счет гейна и динамического диапазона я сейчас провожу настройки все тоннерф я продолжаю за ним следить вот он отошел от артерии вот он нерв от артерии и он пошел к медиальному надмышелку свой родной кубитальный канал или туннель в самом интересном месте у меня кончается гель конечно же вот такая техника ну и лучевой нерв лучевой нерв он уходит немножко назад в анатомическую табаке руку его мелкие ветви уже на кисти разглядеть будет очень сложно просто по причине того что нужен более высокочастотный датчик однако травматизируется он не на кисти а где-то на предплечье либо на плече чаще всего поэтому его можно найти рядом с артерией и проследить так вот она артерия и рядом с ней вы можете увидеть мир техника точно такая же вы просто идете вдоль и не на всем протяжении от нервного корешка и прямо до кисти по всем каналам по всем его маневрам хода на скажем так нужно просто проследить и найти патологию и так коллеги на сегодняшний день сканирование периферических нервов это очень важная процедура и на нее очень большой спрос я очень хочу чтобы каждый из вас освоил эту методику и для этого я оставлю ссылку на курс по сканированию периферических нервов в комментариях либо в первом закрепленном сообщении удачи в работе коллеги